Аминь, вы можете присесть. Итак, что говорит здесь на еврейском языке? Это часть Торы, Хаазину. И Хаазину означает что? Это песня Моисея, Откровение. Мы читаем, что мы будем петь эту песню. Это почему хорошо изучать эту песню. Некоторые даже записывают эту песню на их блокноте. Читаем Терезаконин 31.30. Где Моисея говорит? Слух всех собраний Израиля. Затем слово песни сей до конца. Немай означает, послушай близко. Скоро Моисей умрет через пару дней. Он дальше, его время заканчивается. Если вы знали лишь, что вы сейчас отойдете в вечность, и вас только осталось один час повреждения, от которого вы беспокоитесь, и в это время вы бы сказали самое важное в вашей жизни. Читаем Терезаконин 32.1. Внимай небо, и буду говорить. И слушай земля, слова у моих. Итак, он говорит, теперь обращайся к небу и к земле. Здесь он призывает небесные свидетели. Мы читаем, что два или три свидетеля. Он говорит, что луна и солнце – это его свидетели, чтобы они обращались к земле. Это как будто... Это как суд, который происходит. Что Бог говорит небе и земле, усаживает это, как верен Бог Бог к Израилю. Терезаконин 32.3.4. Имя Господа прославляю. Воздайте Саву Богу нашему. Что нам надо делать? Нам надо воздать Ему Саву. Он – две дыни. Не Петр – это две дыни или камень. Когда вы смучили эти слова в Новом Завете, когда Иисус называет Петра камня, это маленький камушек. Так, он не обращался к Петру, когда он отобрел. И тут это мужской род и женский. Так. В Терезаконии мы читаем, что он – этот камень или тверденье, совершенные дела Его, и все пути Его праведные. Бог верен, и нет неправды в Нем. Он праведен и истинен. Это как все это началось. Суд начинается. Если кто-то свидетель, и он говорит, если вы как этот большой камень, как эта гора, то вы не будете много двигаться. Откровение 15, 3-4. Смотрите, что включено в песню Моисея. И поют письм Моисея Раба Божия, и письм Ангца, Габаря, «Великие и чудные дела Твои, Господи Божий Содержитель, праведные истинные пути Твои, Царь Святых, кто не убоится Тебя, Господи, и никто не представит имя Твоего, ибо Ты един свят. Все народы придут и поклонятся при Тобой, ибо открылись судьи Твои». Вы видите параллель между этими двумя песнями? Это что, настолько прекрасно. Откровение 13, 9. Что здесь написано? «Кто имеет уха?» Да, услышит. То же самое, кто-то повторяется. Эта часть, похоже, в конце второзакония. Второзакония и Откровения имеют много параллелей. Так мы приводим это слово «Газину». Это письма Моисея. Начнем с Алтры 19, 1 по 4 стих. Это про Божию славу. Небеса проповедуют славу Божию. Не прекрасно ли это? Можете ли вы представить, что небо говорит? И в делах его вещает верь. День дню передает речь, и ночь ночи открывает знания. Нет языка, и нет наречия. Я не слышал себя бы голос их. По всей земле проходит звук их, и до предела вселенной слова их. мы знаем, мы не думаем, что они говорят, потому что мы их не слышим, но не говорят нам о существовании Бога. Бог не может, люди не могут отказаться от Бога, потому что они видят эту всю красоту, они видят это Божетворение. Они понимают, что это не человек сотворил. Это очень умно. Никто не мог бы туда зайти на небо и это все установить. И не имеет значения, какой народ или язык вы говорите, потому что небо произносят на вашем языке, потому что это универсально. Псалты 48, 3,5 сих. «Хвалите его солнце и луна». Вы знали, что солнце и луна представляют Бога. мы не думаем «Давайте отрубить к этим вещам». Но хвалите его все звезды света. Хвалите его небеса небес и воды, которые превыше небес. Да хвалите имя Господа, ибо он повелел и сотворилось. Он повелел, и они сотворились. Я чуть-чуть вам поверю о том, что мы будем говорить в второй часе. Сколько дней занял, чтобы создать мир? Шесть дней, и потом на седьмой день он отдохнул. Так мне будет потом вопрос для вас позже. Мог ли он это сделать в один день? Мог ли он это сделать в двадцать дней? Почему шесть дней и на седьмой день он отдохнул? Если он мог это все сделать одним днем, если он мог это сделать, заняло его занято тридцать дней, почему он занял только шесть дней и потом отдыхал на седьмой? Какая цель всего это? И подумайте об этом, и после перерыва мы поговорим об этом. И как, так как я знаю, что вы возвратитесь? Это было написано Псалтель. И читаем Откровение 5, 11, 13. Эти стихи будут повторяться второй части. И я видел и слышал голос многих ангелов вокруг, престола и животных и сердцев, и число их было мы тем и тысячи тысяч, которые говорили громким голосом, достоин огня заклинный принять сила, силу и богатство и премудрость и крепость и честь и славу и благословение и всякое создание находящееся на небе и на земле и под землей и на море и все, что в них слышал я, Гаврила, сидящему на престоле и ангцу благословения и честь и славы и ежава веки веков. Вы можете это представить, что это киты, дельфины, лев, тигры, медведи, они все представляют Бога в то же самое время. Не будет ли это прекрасно, просто присутствовать в вам и увидеть, как это творение представляет его? в законе 32.5. Как часть этой песни, он сказал, запомнить эту песню, что они будут петь в последний день. Здесь мы говорим о верности Божией, но они разрутились перед ним. Они и дети его по своим порокам, род структивные и разрешенные. Сколько из вас говорят другому родителю, это твой ребенок, не мой, когда они не послушали, когда послушали, говорим, что это мой ребенок. Он говорит, они не мои дети из-за их греха. Вы знаете, что прекрасно? Это 40 лет после исхода. Многие люди сегодня в христианстве ожидают чудеса. Они нуждаются в порочествах. Они учат слышать о всех чудах. Но не было никакого поколения в мире, которое имело больше знаков и чудес, чем этот народ. Но они все равно считались, как этот народ грешный, без веры. Чудеса не приводят к вере. Никогда чудеса не производят веру. Потому что в конце сатана будет делать все чудеса, и потом за ним последуют люди. Вера производит чудо. Чудо не производит веру. И потом в Евангелии мы читаем, когда Христос сделал все эти чудеса, он говорит, это также был род строптивы и разрешенные. И потом когда мы говорим об этом поколении, оно тоже жестокое перед тем, как он возвратится. Мы очень часто думаем длиннее, но оно как цикл, но повторяется на другом уровне. Читаем Таразаконие 32,6. Сели и воззвольте вы Господу, народ глупый и несмысленный. Какая разница между Элохимом и Юдой ваду? Знаете, какая-то разница? Мы больше об этом говорим в второй части. Элохим говорит, что Бог судья, Он Сай, Он Создатель. И в бытие один, когда мир был создан, Он назван Элохим. на втором главе второй главе у нас есть Ювахаве Элохим. Ювахаве означает милость. Он милостивый Бог. Адам и Ева только знали Его как Элохим. Это все, что они знали о Нем до того момента, когда они согрешили. Потом они поняли, что Он милостивый. Сейли, воззайте вы, Господа, народ, улыбление смысленно. Не Он ли Отец Свой, Который усвоил тебя, создал тебя и устрел тебя? Это первый раз, когда слово Отец используется. Первый раз, когда Бог описывает тебя как Отец. Он говорит, вы так будете обращаться с Отцом. И песни Моисея, с Богом где так поступаете, начинайте с буква «Х» и вы выйдете и увидите, как большая эта буква «Х» по сравнению с другими буквами. Это ненормально. Эта большая буква «Х» это очень важно понять. Так, что здесь происходит? Давайте я вам покажу. Это очень интересно. Бытие 2.4 вот происхождение неба и земли, присоотворение их, то время, когда Господь Бог создал землю и небо. Здесь мы видим вот буква «Х» четыре буквы «Х» вы видите их? Это как оно должно выглядеть. Но Бытие 2.4 здесь мы находим маленькая буква «Х» она не доходит до конца как другие буквы. Она уменьшена. Почему она меньше? В этом слове это слово сотворение. Бытие 1.1 бережит барах. Здесь это слово «барах». Первое «В» это «В» день, когда они были сотворены. Теперь «Х» что-то маленькое. Что буква «Х» означает? Чтобы увидеть. Это как дом с маленьким окошком. Видите, это маленькое окошко. Видите, это как дом. Это увидеть, понять, познать. Это как «но» показывает что снаружи. Это буква «Х» это значит «увидеть» или «показать». Даже оно в Божьем имени. И что Божья слава происходит, она показана. И здесь у нас есть эта большая «Х» и в чем смысл этого? Бытие, когда мы читаем, что Бог сотворил все, Его слава была маленькая из-за того, что было грехопадение, или когда Сатана упал с неба, потом Адам и Ева согрешили. Здесь кажется, что его слава стала меньше. Но теперь концептория опять его слава умножилась и стала больше. И она возвратилась и как откровение унес царь славы. Так читаем дальше. Псал 89, 26, 29. «Он будет звать мне «Ты Отец мой». Они познают, что Бог их не Отец. Бог мой и твердыня спасения моего, которое мы читаем в песне Моисея. Я сделаю его первым превыше царей земли. Вовек сохраню ему милость мою, и завет мой с ним будет верен. Это обращается к Давиду и продолжив вовек семья его и пресло его как дни неба. Почему? Потому что есть шуа произошел от Давида от Иуды. Стих 30, 36. «Если сыновья его оставят закон мой и не будут ходить по западе моим, если нарушат уставы мои и повеления мои не сохранят, посещу жазлом беззакония их и ударами неправду их. Милости же моей не отниму от них и не изменю истины моей, не нарушу завета моего и не переменю того, что вышло из уст моих. Однажды я поклялся святостью моею целгу Ледовиду, семья его пребудет вечно, и присло его как солнце пред мною». Это не семена, но семья. Это обращается к Иешуа, который будет сидеть на престоле вечно. Тоже законе 32.10. Он ушел в его пустыне, это обращается к Израилю, сепи печальной и дикой. Это сорок лет, когда они ходили по пустыне, и дикой огражал его, смотрел за ним, хранил его, как зеницу ока своего. Это зеница ока, это о чем вы беспокоитесь, потому что это тем вы видите. Тоже законе 32.15.18. Что происходит? И уточнял Израиль и стал упрям. Уточнял, отолстел и разжирел. Я читал где-то на новостях. это те, которые все намного кушают. Я не говорю о физическом ожирении, но я говорю о духовном. Это где Израиль был. Мы такие благословенные, мы так толсты духовно, это что происходит. Что происходит, когда мы благословенные? И Иудеи, они говорят благословение после еды. Ничего плохого перед едой. Но в Тории мы читаем, пусть ты покушал, наелся, тогда поблагодарю Господа за все, что Он дал тебе. Но так часто мы так благословенные, что мы забываем Бога. Все забывают Его, когда им хорошо. Они говорят, я ставь его в карман и его вытяну, когда мне будет нужно. Когда проблема начинается, мы прибегаем Богу. Здесь «Иставил Он Бога, создавший Его, и призвел твердынию спасения Своего». Здесь начало песни Моисея, мы читаем, что Он есть камень, а здесь мы читаем, что ему же все равно про этот камень. «И призвел твердыния спасения Своего». Богами чуждыми они раздражали Его, и мерзостями раздневали Его, назили жертву беса, а не Богу, Богам, которых они не знали, но которые пришли от соседей, и которых не помышляли отцы ваши. А заступника родившего тебя, ты забыл и не помнил Бога со взаимного неба. Тебя. Сколько из вас родителей или бабушки и дедушки хочет, чтобы вас забыли, чтобы не беспокоиться о вас. Никогда вам не звонили, даже не знали, что вы существовали. Подумайте, как Бог себя чувствовал, после того, как Он все это благо им сделал. Дальше читаем Исайя 1, 2 по 3 стих. Слушайте небеса и внимайте земля, потому что Господь говорит, я воспитал и возвысил снове, а они возмутились против меня. Бог знает владетеля своего, и осел ясли господин своего, а Израиль не знает меня, народ мой не разумеет. Одно, когда дети и соседы забывают тебя, но когда твои дети тебя забывают. Можете ли вы это представить, как Бог себя чувствовал? Кто имел детей, которые так себя действовали? Кому-то это знакомо? Посмотрите на это. Захария 7, 11-13, «Но они не хотели внимать, отвратились от меня, и уши свои отяготели, чтобы не слышать, и сердце свое окаменели, чтобы не слышать закона и славы, который посылал Господь Савва в Духом Своем». Как часто мы видим так в христианстве сегодня? Они ничего не хотят слышать о Божьем законе. Господь Савва в Духом Своем через прежних пророков, закон проходит через дух, через прежних пророков, зато и постиг их великий гнев Господа Савва, и было, как он называл, они не слышали, так и они взывали, а я не слышал. Вау! Сколько нас хочет, чтобы Бог нас слышал, когда мы называем Ему. Нам надо слушать Его, когда Он называет к нам. Бог говорит, «Если я взываю, и вы поворачиваетесь, и вы не учились слышать, когда вы будете плакать, а не взывать, я тоже закрою свои уши и даже не буду на вас смотреть». Это страшно в этом подумать. Читаем Иеремия 6, 16, 19. Так говорит Господь, становитесь на путях ваших и рассмотрите, и расспросите о путях древних, где путь добрый, идите по нему, и найдете что? Покой душам вашим. Но они сказали, «Не пойдем». И поставил я сражение над вами, сказав, «Слушайте звук трубы». Но они сказали, «Не будем слушать». Итак, слушайте народы, и знай собрание, что с ними будет. Слушай земля. Вот я приведу народ, я погубу плод помыслов их, ибо они слов моих не слушали, и закон мой отвергни. О чем здесь мы читаем о всех христианинам, которые даже не хочут слушать его закон? Про закон 32, 21, сказал, «Сокрой лице мое от них, и увижу, какой будет конец их, ибо они род разрешенные дети, в которых нет верности». Помните еще говорить, найду ли я вера или верность, когда я возвращусь? И мы здесь видим, что история себя повторяется. И мы понимаем, что нам не надо пророчества, потому что мы уже знаем, что нас ожидает. Они разрешали меня, они богами, суетными своими огорчили меня, и разрешил их не народом, народом бессмысленным огорчил их. Здесь это Рави Шаул сказал временно 10, 19, 20. Он говорит об этом. Разве Израиль не знал, но 1 Моисей говорит, «Я возбужу вас ревность ненародом, разложу вас ненародом несмысленным». А Исаия смело говорит, «Меня наше неискавши меня, я открылся не вопрошавши о мне». это неискавши неискавши ненародом, очень важно. Как можно кого-то возбудить на ревность? Они не возбуждали его в ревность, только к злости. Вы знаете, как они его разложили? Как они возбуждали к ревности? Я отдал пример раньше, когда я еще был ребенком. Было 11 в нашей семье, я второй младший. У нас не было очень много. Мы жили, у нас не было много. У меня был очень крутой маленький красный велосипед. Я ездил на нем, но через время он старый и я выбросил гарпидж. И другая семья, которая нашла это, это была семья, которые с мусора взяли. Они только жили четыре дома от нас. И так они взяли мой велосипед и восстановили его. И отдал своему ребенку. И потом я уже как сосед ездит на моей велосипед. ездит на моей велосипеде. Я сказал, это мое. Он такой, нет, ты его выбросил. Я так раз... И как вы возбуждаете его от ревности, это когда вы делаете то, что не выбросили. И как Израиль не хочет ничего слышать о Торе, как христианство много частей, которые не хочет исполнять закон. Это что сейчас говорят в Израиле. Они говорят, что делать с Торой. И вот здесь все не евреи говорят, суббота это прекрасно, мы хотим его праздновать, но мы говорим, нет, мы будем делать. Это их возбуждает на ревность. Мы говорим, мы любим Тору. Они говорят, что вы имеете ввиду? И они начинают думать, может я что-то пропустил, может мне надо поближе влянуться в эту Тору. Это как вы возбуждаете вредность. Не когда вы от всего избавляетесь и даете им какое-то Пасху и Рождество, но когда вы исполняете все эти праздники и потом говорят, это наше, мы ненавидели, а вы любите. Может нам надо опять посмотреть и обсудить. К Римлянам 11, 11, 12. Сталия Римлянам 10, 19, 20. Еще спрашиваю, разве Израиль не знал, но 1 Моисе вред, я возбужу вас ревность ненародом, разрушу вас народом невозмыслиным. Римлянам 11, 11, 12. Итак, спрашиваю, неужели они пятнулись, чтобы совсем пасть? Никак, но от них падение спасения язычников, чтобы возбудить их ревность. Если же падение богатства миру и оскудение его богатства язычников, то тем более полнота их. Итак, они когда-то возвратятся в полноту, если столько хорошего произошло от этого падения, когда они возвратятся, это когда все мертвые воскреснут. Это о чем мы здесь читаем. Иеремия 16, 19. Господи, сила моя крепость моя, и прибежи мою в день скорби. Тебе придут народы от краев земли. Вы знаете, что означает этот штат Вашингтон? Мы на другой стороне мира. Мы есть этот край земли. И скажут, только ложь наследовали наши отцы, наши язычники и родители. Пустоту и то, в чем никакой нет пользы. Мы вспомним, что те, которым мы следовали, они были против евреев, они ничего не хотели знать о Боге Авраама Исаака Иакова. И мы это поймем, когда возвратимся к Торе. Т.е. законе 32, 26, 27. Я сказал бы Россию и сглажив их среди людей памяти их, но отложил эти ради озлобления врагов, чтобы враги его не сказали, наша рука высока, и не Господь сделал все оси. В других словах, истребление Иерусалима, они их наказывал. Бог просто их использовал. Т.е. законе 32, 29. Вот если бы они рассудили, подумали о всем, уразумели, что с ними будет. Так важно нам понять то, что будет в конце. Т.е. законе 32, 31. Как бы мог один посетовать тысячу и двое прогонять тьму, если бы заступник их не предал Господь не отдал их, ибо заступник их не таков, как наш заступник. Потому что то, что мы имеем в Боге, это не то, что эти язычники имеют. Здесь мы видим этот большой меч. Это законе 32, 41, 42. Когда я изострю сверкающий меч мой, и рука моя примет суд, то отомщу врага моих, ненавидящий меня воздам. Упоют стрелы моей кровью, и меч мой насытится плотью, кровью убитых и пленных головами начальника врага. Это что произошло, когда Иисус пришел первый раз? Это не был день суда. Но теперь, когда Он возвратится второй раз, это будет день суда. Откровение 19, 15. Из всего исходит острый меч, и Слово Божье как меч, чтобы им поражать народы. Он посетит их железом железным. Он топчет точила вина ярости. Это праздник осенний, это когда собирает виноград. Откровение 19, 17, 18, 21. И видел я одного ангела, стоящего на солнце, и громко голосом говоря всем птицам, летающим по сети неба. И потом трезакония 32, 49. Веселитесь, язычники, с народом его. И кто его люди? Израиль. Все народы должны радоваться с Израильем, ибо он отомстит за кровь рабов своих. Это откровение и воздаст мщение врагам своих, и учитесь землю свою и народ свой. Откровение 19, 2. Это опять говорится о песне Моисея, ибо истинные и праведные суда его, потому что он осудил ту великую любодейцу, которая разлила землю любодействием своим, и взыскал кровь рабов своих от руки его. К написано «Зато будет славить тебя, Господи, между язычниками, и буду петь имени Твоему». И отобращается к песне Моисея. И еще сказано «Возвеслитесь язычники с народом его, и хвалите Господа язычники, и праздновляйте его все народы». И И также говорит «Будет корень И и восстанет владеть народами, на него язычники надеяться будут». Опять это связано с песней Моисея. И Саи 11.1 «И произойдет отрасль от корня Иосиф, и ветвь произойдет от корня его». И Саи 11.9.10 «И не будет делать зла и вреда на все цитаты Христва, и земля будет наполнена введением Господа, как вода наполняют море, и будет тот день к корня И Заву, который станет как знамя для народов». Обратятся язычники. Вы думаете, в еврейском это еврейский человек, за которым следуют эти язычники, кроме И Шуи. Никого нет, кроме Моисея, это произошло это пророчество. Трозаконие 32, 44. «И пришел Моисея к народу и изрек все слова песни «Все слух народа». Он Иисус навин. Первое царство 22, 1, 4. Мы опять слышим эти слова песни Моисея. «И воспел Давид песню Господу день, когда Господь избавил его от руки всех руков его от руки Саула и сказал «Господь вы дыне мое и крепость моя, избавитель мой, Бог мой, скала моя, на него я уплываю, щит мой, рог спасения, отрождение мое и убежище мое, спаситель мой, от бед ты избавил меня». Это слово бед это Хамас, это что сейчас в Израиле, эти люди в Израиле. Псалпетель 18, 1, 2. Господь избавил его от рук всех руков и руки Саула. Возлюбил тебя, Господи, крепость моя, а Господь не порочен путь его, чисто слово Господа, ищит он для всех, бывающий на него, ибо кто Бог кроме Господа, и кто защита кроме Бога нашего. Бог препятствует меня силой и строит мне бедный путь. Это все говорится о последних дней песни Моисея. Псалтри 18, 46, 47. Жив Господь и благословен защитник мой. Да будет превознесен Бог спасения моего, Бог стящий за меня и покорочий все народы. 2. Царство 22, 32, 34. Ибо кто Бог кроме Господа, и кто защита кроме Бога нашего. 2. Царство 22, 47, 48. Жив Господь и благословен защитник мой. Да будет превознесен Бог, убежище спасения моего. Это все связано вместе. Итак, мы можем доверяться в этот песок, который всегда меняется, или в этот камень, который не подвинется. Итак, в Евангелии мы читаем, как вы построите свой дом, или на песке, или на камне. Чем бы мы начнем строить камни, чем лучше наш дом будет выглядеть. Так, встанем. Наш отец, наш царь, мы так благодарим за днем комфор в одния. Я прошу, чтобы каждый из нас понял, как важным время является. Итак, дотрогай наши сердца. Когда мы пойдем на перерыв, будем общаться, мы просим, чтобы ты говорил к нашим сердцам, чтобы наши отца воли были приятны тебе. Мы говорили о том, что мы слышали, что Бог говорит к нам. И это время, когда мы должны только о тебе думать. так я обладаю за всех, которые вокруг мира и те, которые здесь присутствуют и вокруг Соединенных Штатов, которые слушают и понимают то, что ты делаешь. Они понимают твою тору, потому что ты есть эта тора. Мы обладаем тебя. Мы можем быть этим светом в этом мире. Я обладаю за тех, которые сжертвуют и помогают чтобы ее служение продолжалось и служило вокруг мира и влияло на людей. Во имя Иши Аминь. Месси, Господь наш Бог, Создатель и Царь Вселенной, ты благословил нас твоей торой правды. Ты благословил нас всем советом твоего живого слова через силу Духа Святого, через законченное дело Мессии Иши. Ты один посадил между нами вечную жизнь. Благословен ты, Господь наш Бог. Аминь. Будет нас первым. Аминь и Аминь. Отец, мы так благословим тебе. У нас нет чего бояться, кроме тебя. Мы хотим иметь страх тебя. Не такой страх, который нас прячется, но уважение, потому что ты наш отец. отец. Итак, мы молимся сейчас о тех, которые мы знаем, которые имеют разные болезни или какие-то потери, несмотря на то, чем это является. Есть те, которые в госпитале или дома, которые болеют. Итак, мы хотим помолиться о себе, о тех, которые мы любим, даже если больше, чем физическая нужда, психологическая или эмоциональная. И мы молимся, чтобы ты исцелил их в этот день. Сегодня финансовая помощь. Есть те, которые сейчас имеют какие-то финансовые проблемы. У них даже нет машины. Нет еды. Отец, мы просто молимся за которые нуждаются в работе. Мы хотим поддержать тех, которые в нужде. Мы являемся твоими руками и ногами. Отец, мы просим, чтобы твоя воля исполнилась на земле, как на небе. Мы просим, чтобы ты использовал нас, чтобы делать твою волю. Используй нас. Отец, это время, когда уже скоро будет емкомпорт в Израиле. Мы молимся за Израиль. И мы просим, чтобы этот емкомпорт по-настоящему покаялись и возвратились к тебе. Твои торги, мы увидели это пробуждение. Также о нашем народе. Те, которые смотрят нас вокруг мира, молитесь за ваших лидеров. Мы просим пробуждение. Это настоящее пробуждение. Где притворяются, что есть пробуждение. Но мы хотим, чтобы сердца изменялись. Итак, мы просим за все народы. Потому что придет время, когда все народы будут славы тебя. И сейчас на этой неделе это Йонг Капур. И мы просим, чтобы это очищение произошло скоро. Мы просим этого имя и Шри Аминь. Вы можете присесть. У меня есть пару объявлений. Одна из них очень важная. Потому что то, что вы имеете информацию, которую вы имеете, неправильно. завтра Йонг Капур не начинается в 7 завтра. Особенно кто здесь живет, она начинается в 5. Почему-то, потому что завтра воскресенье. И вы приедете домой перед закатом солнца и можете праздновать Йонг Капур. Мы начнем 5 дней не всем. Если приедете всем, уже служение закончится. завтра вечером Йонг Капур служения начинается 5. Скажите вместе 5. Теперь я знаю, что вы услышали. Все, которые смотрят нас с Канады, Филиппинов, Скотлянди, Южной Африки, Свидин, даже Кеймен острова. Все 50 что-то нас смотрят сейчас. Мы так рады, кто присоединяется к нам, особенно в это время. Я что-то забуду, но постараюсь как меньше забудеть, как возможно. Мне надо это включить. много лет, но я хочу получить кредит, когда кредит это вероятно. Здесь мы говорим, как теология замещения повлияла на субботу. Я это изучал много лет, но я хочу упомянуть того, кто мне очень помог. Это называется суббота, и написано Авраам Джошуэ Хэршел. Он здесь есть также другой Давид Нюрд Крем, который ваше приглашение в субботу, как его книга называется. И теология замещения сделать, чтобы Христос не так поглядел, а вот так. Сколько из вас знают, шесть времени идти спать, время просынаться, время обедать, быть на работе, потом приедать домой, время кушать, время опять пойти спать. Вся наша жизнь зависит от какого времени. Это на чем каждый человек сосредоточивается. Когда мы говорим, что суббота была изменена, это все связано со временем. Кто знает, когда они выйдут замуж или женятся, то жених и невеста должны приехать вовремя. Время это сердце существования. Библия больше озабочена или переживает о времени, чем о пространстве. я больше поверю об этом. Что первое было названо святым в Библии? Время. Суббота. Время субботы. Первое и... А что второе было названо святым? Люди. И третье, что было названо святым, это место. для Бога время самое важное, потом люди и потом место. Пятие, два, три. Бог благословил седьмой день и освятил его. здесь мы читаем, что суббота это первое, что Бог назвал святым. Исхода 31, 3, скажи, моя суббота, не Израиля, Бог говорит, моя суббота, я желаю, чтобы вы соблюдали, это будет знак между вами и тобою. Это как кольцо свадебное. Это знак, когда два человека женятся. Суббота это было как это кольцо. И все ваши поколения, чтобы вы знали, что я есть Бог, кто очищает тебя. Первое, что он очистил это время, потом людей. Потом Исот 25, 8, он сказал, сделайте мне жилище, это святое место, где я могу жить между ними. Все что я покажу тебе, после этого скинь всех инструментов, так вы все сделаете. Нам надо понять, что все на земле, что мы видим, оно похоже на то, что находится в небе, а означает, будет суббота на небе. Понимаете ли это? Мы не хотим как-то идти против неба. Вот проблема людей. Очень часто мы проводим время, стараясь приобрести и заполнить место. Мы думаем, мы успешны, если у нас есть больше и больше места, и все наше время проведено дело это. Но те, которые язычники, им самое важное были идолы и время, идолы и места. Религия сосредоточилась на местах, где эти боги жили, какие-то горы, долины, этот камень, черный камень, которому все рабы поклоняются. Но понимаете, эти боги других людей были связаны с людьми или с местом. Но Библия озабочена временем и то, что произойдет, чтобы они исполнились. Бог это бог мероприятий. Он тот, показывает Тору. Он показывает себя в том, что происходит в истории, не в местах или в людях. Библия самое важное это отношение и это как мы его используем в это время, которое Бог нам дал. Суббота это не связано ни с каким событием на земле. Луна она связана с волнами Роша-шана это новая луна. Но суббота она не связана ни с чего что в природе. Это просто то, что Бог создал. Бог создал субботу. Итак, субботу мы оборачиваемся от мира к Богу. Есть те, которые религиозные, те, которые празднуют эти субботы связаны с луной. И они думали, что суббота изменится в зависимости от какая луна на небе. В Египте, когда Израиль был в Египте, у них был календарь, который имел 10 дней. Даже Наполеон имел календарь, где недели было 10 дней. Даже Россия попробовала календарь, где 10 детей было в неделе. Многие стараются его изменить. Но Бог создал его так. Оно не связано с луной и солнце. Как вы думаете, они праздновали субботу израильчане в Египте, если было 10 дней недели? Итак, у них 12 месяцев. Итак, Израиль старался праздновать субботу посредине всего этого. Кримина, цивилизация это была самая высокая цель. И время существовало, чтобы заполнять место. Они думают, что время заполнить это место, которое им принадлежало. Человеку, который только думает о месте, все часы, все минуты то же самое. Для них каждый день, каждый час это суббота. Это показывает их мышление. Сам так важно, чтобы мы были в субботе, чтобы очистить, чтобы делить субботу, не означает просто как-то отказываться от всего. Но это одеваться хорошо, хорошо, кушать и проводить хорошо время. Но люди это не понимают. Они понимают субботу. Они думают это какое-то иго. Но как вы можете зайти в сука и выйти сука, но нам надо увидеть его как это бубль, который окружает нас, несмотря куда мы идем. Так самое важное, чтобы мы были в субботе, чтобы она окружала нас, куда мы не идем. Наш мир это мир, который занимает мест, который проходит через время. Что здесь двигается? Что выглядит? Что двигается? Земля. Видите, вы как-то были в машине в заправке и вы думаете, что вы котитесь. Вы знаете, о чем я говорю? Очень часто если вы в поезде и вы там пассажир и такое чувство, как будто вы сидите не двигаетесь и все вокруг вас двигается. Или в самолете все вокруг вас двигается и вы на одном месте остаетесь. Но что нам надо понять это мир, в котором мы живем, это мир, место, которое проходит через время. Все проходит через время. Мы пройдем, но время никогда не закончится. Мы пройдем. Мы стареем с времени. Время не двигается. Мы двигаемся. Мы движемся через время. Мы знаем, что делать с местом, но мы не знаем, как обращаться с временем. Время это монстр, который всегда сможет на лицо. Представьте вот так. Как давно все думали, что солнце кружится вокруг мира, но оказалось, что солнце не двигается, а это земля, которая кружится вокруг него. И нам надо сегодня понять, что остается на одном месте, а что движется. мы знаем, давайте я вам покажу это. Человек хочет построить великие здания. Это катейдрил справа. Там даже была река и кустики посередине. Но мы думаем, что время это то, что занимает которое очень быстро проходит. и так поэтому мы бежим в это место. Это метеоральный мир, это стоит для них собрать. Время само. Нам надо понять это, что каждая суббота зависит от времени. Были эти служения, были праздники, жертвы, которые происходили какое-то время. вы не можете праздник в любой день, в любое время, ямка по любой день. Подумайте ли вы это? Вот это помогает нам понимать, как важно время. Можете ли вы работать день или ночь? Есть какая-то разница? Все в этом мире мы не занимаем, что оно зависит от времени. Нам надо помнить времена в Библии, когда сотворение, когда Иисус произошло. И мы также спросим это, когда воскрес Христос. Итак, наша цель духовности это не чтобы приобрести много вещей. сколько из нас понимает, что важно это держаться и не забывать эти важные моменты. Вы помните, когда вы кого-то любили, кто-то вас любил, и вы про другое забывали, но эти моменты, которые вы держите, вы никогда не хотите их забыть. Это о чем Библия говорит. Это не дорожить вещей, но дорожить людей. Понятно ли вам это? это смысл всего. Нам нельзя забывать, что это не вещи, которые важны для момента, но это момент, который делает, чтобы эти вещи стали драгоценными. Читаем Экклезиасах 3, 1-2 стих. Для всего есть время, каждому вещи по земле. Вы понимаете, что это означает? Вы были сделаны целью. Бог создавал, и у него была цель для вас. И это он решает, чтобы вы появились на земле. Вы могли появиться 4000 лет назад, 400 лет назад, но у Бога была цель. Он сделал вас для этого времени в истории. и проблема заключается в том, если мы не знаем, какое время, мы будем садить, когда нас собирать, или собирать, когда нас садить. Бог дал нам 6000 лет. Мы здесь, и мы ждем это искупление. если мы не знаем, время, мы не будем подталиваться. Это проблема с потопом, с Содома и Мором. Они не знали, какое время они живут. Это почему нам надо понимать, какое время мы живем. И исходят 19.1. Так что происходит 19.1? Это шавуата, когда даются заповеди. Так что мы читаем. Третий месяц происходит с Нов Израиля из земли Египетской самый день. Мне кажется, я это добавил. Я добавил стихи. Вы можете это... Я знаю, что все это стараются найти, но это я добавил. Это так важно. Этот стих так важный. Я просынаюсь утром, и потом добавляю после того, как уже спринтовали. Иссот 19.1. Третий месяц поисходите Сунов Израиля из земли Египетской самый день Новолуния пришли в пустыню Синадскую. Но это не что, мы читаем на Еврите. Мы думали, мы думаем тот день, тот день. А почему говорят в этот день? Тора никогда не может быть то, что в прошлом. Это всегда. Нам надо о нем думать, как о настоящем. Нам надо постоянно говорить, как будто это мы вышли из Египта. Это та самая мысль. Матфея 29-й 10-й стих. Если вы помните, и пришедшие около 11-го часа получили по динарию. Пришедшие первые думали, что они получат больше, но получили и они по динарию. Что они возраптали на господина. Так некоторые люди провели целый день работая, а другие только проработали один час, но получили то же самое динарии. И мы думаем, честно ли это? Вы знаете, что сейчас говорят? Есть те, которые достичь вечность через жизнь, а те, которые могут получить просто последний час. Лучше вечность, чем просто один час на земле. Вы можете провести каждый день, все время быть греховными, но если вы покаетесь, тогда Бог просит и вы становитесь новым человеком. И в вечности вы не можем изменить. Есть те, которые могут прожить всю жизнь своей праведности и потом вернуться от Бога, и потом верность им не засчитывается. Что это прит говорит, не имеет разницы тот, кто кается в последний час, это тот, кто работал всю свою жизнь. Кто знает, что они могут контролировать свое место? Мы говорим, этот метр это мой дом, не зайдите на мою траву. мы можем контролировать место, но можем ли мы контролировать время? Нет, Бог дает каждому из нас то же самое время. До того времени, как мы будем забраны от этой земли. Создание это не было действие, которое когда-то просто произошло. Создание это постоянно происходит. Почему мы еще живы? это Божье творение продолжается. Творение это не просто что-то произошло в истории, оно происходит каждый день, каждый момент. Бог поддерживает нас. В основном люди живут 75 лет. Некоторые живут больше чем 100 лет, некоторые меньше чем 20. Но в основном жизнь где-то продолжается 75 лет. как мы проводим наше время? Давайте я вам простую математику дам. Если вы спите 8 часов в день, то вы через свою жизнь провели 25 часов в сне. 25 часов вы просто проспали. Если вы работаете 8 часов работаете 31 лет, вы просто работали и ездили. и вы должны кушать, и так вы 6 лет кушали через 75 лет. Это только 13 лет осталось, чтобы провести. Когда мы посмотрим на математику, да, конечно, дальше едят, некоторые больше едут, но это много лет. если вы молитесь 10 минут, это 190 дней в ваших 75 лет. Если вы ходите в церковь, 2 часа в неделю, то вы провели 325 дней просто в церкви. Мне это было очень удивительно, когда она там посмотрела. я знаю, если это на вас влияет. У нас только нести намного времени, и как мы проводим это время, кто знает, когда кто-то умирает, они не мечтают, чтобы они имели больше вещей, но не мечтают, чтобы они провели больше времени с людьми, которыми они любят. Время отношений это самое важное. Левита 23 23 Объявися нам Израилем и скажи им о праздниках Господних, которых должно создавать священное собрание. Вот праздники кого? Мои. Не из Израиля. Мои. Левит 23 глава говорит о всех этих временах. Праздник это что? Мои. Или Мои один, которое означает это посвященное время. И первый праздник это суббота. Это самый первый день. Это суббота. Шесть дней можно делать. А седьмой день субботы покоя. Священное собрание, никакого дела не делайте. Это суббота Господня. Сколько суббот в году? Больше чем 52, потому что суббота не просто шаббат. первый день и последний день пасы. Первый день и последний день сокота. Ямкапур, Рошашана, Шаваот. Когда мы думаем о субботе или этих праздниках, они не говорим о всех праздниках. Колоссянам 2, 16-17. Итак, он говорит Колоссянам, «Итак, никто не сужает вас за пищу или пяти, или за какой-нибудь праздник, или Новомесяч, или субботу. Это есть тень будущего тела в Ахтисе». Он говорит Колоссянам, что эти люди, которые возвратились к старому календарю, пусть они не сужают вас. Пусть вас не сужают не потому, что вы их не исполняете, а потому, что вы их исполняете. Это очень трудно понять. Кто знает, что на небе похоже, на земле похоже, что на небе. Мы читаем, это как тень того, что нас ожидает. Письменная Тора это тень Торы небесной. Есть небесная Тора. Ишиу это живая Тора. Живая Тора это невидимая небесная Тора. То, что Израиль получил на Синае, это как загрузка реальной операции системы мира. чтобы они могли соединиться с Богом глубже. И он говорит, чтобы они загрузили эту Тору и чтобы они могли подсоединиться к этой небесной Торе, где-то в тучах. Я вам дам экзамен. Сколько дней Бог работал? Есть три перевода. Читаем Батия 2.2. Бог совершил седьмому дню дела, которые он делал. и почет день седьмой всех дел своих, которые делал. А потом корольском Якова мечтаем, что в седьмой день он закончил свою работу. Значит, когда он отдыхал, неинтересно ли это, как переводы на английском такие хорошие. А другая версия говорит, седьмой день Бог закончил свою работу. Это тоже звучит, как будто он работал на седьмой день. А где ответ? Оно очень интересно. Я только может дать часть ответа сейчас, а полный ответ будет в конце. Что произошло седьмой день, если вы помните, когда происходит, когда солнце заходит. и вы это заметите. Я хочу перейти к этому. Это так невероятно. Давайте я пойду вперед чуть-чуть. узнать. Мне просто надо его найти. Кто из вас знает, что в Торе нету глав или стихов? Это где-то находится в конце. Но я дам это вам сейчас. Мне кажется, я это добавил, поэтому вы это не увидите. Бытие 1.31 Я говорю, потому что нету этих глав в Торе. И видел Бог все, что Он создал. И вот хорошо весьма. И был вечер, и было утро, день какой? Шестой. Так совершены небо и земля и все войнства их. Все, что было закончено шестой день. Так, Он ушел в седьмом дне? Я уже говорил, почему Он занял семь дней? Почему Он нас не заставил в один день? Почему не занял пять, шесть дней? может что-то произошло в шестой день, что-то сделал, чтобы Он сделал седьмой день. Человек создан, уже Исадам и Эва, и они говорят, что Бог также создал седьмой день. что-то произошло. Он также создал седьмой день, что они говорят, когда солнце зашло, то же самое время, Он закончил свою работу и сделал седьмой день, то же самое время. Это произошло в один момент. Седьмой день начался прямо когда Он закончил работу. И так говорят, что суббота была создана в конце шестого дня. Как будто это очень нужно было. Мы возвращаемся к этому позже. шестого дня. Шаббот не произошел как процесс времени. Когда мы думаем о седьмом дне, шаббат не возник как процесс времени, а он был создан. Путие 5.29 мы читаем, что произошло с Ноей. Он был назван Ноей, потому что Он утешит нас. Он утешит нас в работе нашей и в трудах рук наших при воздании земли. Так, Адам с того времени это потом происходит 600 лет или больше, чем после того, как Адам и Ева были созданы. Суббота была создана перед проклятием. Суббота была создана перед тем, как земля была проклята, перед тем, как даже надо было работать. Мы читаем о субботе, мы также читаем об Адаме и Еве, как они согрешили. И это проклятие, но суббота была создана перед проклятием. Это время, время мира, и как можно строить эти отношения с друг другом и создателем. Это почему Бог создал субботу для всех, не просто для евреев. Мы это замечаем в бытие, когда Бог создал субботу. субботу. Все знают первое слово Берешит? Это первое слово Библии в начале. Вы знаете, если вы разделяете синие и белые буквы, то вы удивляетесь субботом. Бог хотел сначала, чтобы мы удивлялись субботой. Это время, когда все началось, и он хотел, мы удивлялись субботой. Я очень много вам показывал, которые я мог взять. Моадим всегда существовал, даже перед исходом и Моисеем. По тебе 1.14 Бог сделал солнце луну и звезд для чего? Для замене, для Моадима, для этих праздников, не для этих летних весенних, но в самом начале Бог создал все эти времена. Время первое, что было свято. Это не просто суббота, но все субботы, все эти времена, которые мы должны встречаться с Ним. Поэтому Адам и Ява знали эти времена. Адам и Ява исполняли эти времена, когда все происходило. Бытие 26.5 Судома и Гомора были истреблены. Адам же сильно упрашивал. И они пошли к нему и пришли в дом его. Он сделал им угощение и испек пресного хлеба. Когда это произошло пасу, это произошло во время праздника пресного хлеба. если вы помните, что Бог сказал Аврааму. Он сказал, где будет сын это время. Это когда Судом и Гомора были истреблены. Это почему Бутия 21 2 Сара родила Аврааму, сына в Сарасе, во время, о котором говорил ему. И во время это Моэд. Это было назначенное время. Это почему он делал пресные хлебы. Он не запасе даже перед тем, как Бог уже сказал на горе. Они практик это перед тем, как мы начали это практиковать. Верующие думают в линии, но надо думать о них как о цикле. Можете это сатрафировать. Змание это промежуток времени, потом этот момент времени этим. потом Моадим это то, что было заранее поставлено время. И так важно это понять. Если это установленный срок, то нельзя его изменять. Если это установленное время, нельзя поменять субботу на воскресенье. это что эти праздники являются, это установленное время, которое нельзя изменить. Седьмой день суббота, оно другое, чем другие недели. Понедельник, вторник. Это только позже произошло с этими временами. Но свидание варили. Это первый день к субботе. Это второй день к субботе. Это третий день к субботу, четвертый, пятый. Это должно было, чтобы все ожидали субботу. И представьте, когда кто-то уехал на неделе, вы не можете дождаться до того, как они приедут. Это шесть дней осталось до того, четыре дня до того, как они возвращаются. И вы не можете дождаться, чтобы они возвращались. Это как нам надо думать о субботе. Вау, это первый день к субботе. Все должно сосредотачиваться на этом времени, когда Бог будет проводить время с нами. Если мы решим поменять субботу на первый день недели, перед тем, как я это скажу, суббота это один день, что был очистен и плацовен. Я хочу вам это показать. Субботу и пасу нельзя передвигать, как пасу иногда празднуют месяц перед тем, когда даже произошло. И место в субботу, место воскресенья, понедельника, я просто написал первый, второй, третий. Человек был создан шестой день, это первый день Тишри, потом шаббат или суббота. Первый день это был полный каос, там была пустота, это просто была трата времени, и Бог отделил это, и приводит этот свет. Первый день это каос, второй день он отделяет одну воду от другой воды, и третий и третий есть земля, трава, все растения, потом четвертый день у нас луна и солнце были созданы, и пятый день это дельфин, который прыгает с воды, это все киты, все моревые животные, и шестой день человек создан, и потом седьмой день это суббота. если мы решим поменять седьмой день на первый день, мы заменяем этот благословенный день на день, который оригинально был хаосом. Не удивительно ли это? Итак, Исайя, что справа написано? Решит, в начале первый день Библии. Но в этом слове Берешит, если это слово Бара, второе слово Библии Бара, Бог создал землю и небо. Если что-то в этом слове Бара это создать, то, что никакой человек не может это делать, только Бог может создать. Только у него такая власть. Человек может создать, что он хочет, но по идее не сравнится с тем, что Бог может ничего что-то сделать. Бара также означает власть. Дают ли имена родителей детям, или дети дают имена родителям? Родители решают, потому что у них власть. Кто называет ваши даете кличку собаки или кошки? Это вы, не ваш сосед, потому что у вас есть власть. бог это он единственный, который может называть Адам и Ева не избрали свои имена. Бог дал им имена. Бог дает имена, потому что это у него власть. Итак, догадайтесь, если он сказал, что суббота это седьмой день, никого нету власти, поменять. Я вырос католиком, я даже ходил в школу. Говорят, что у Папы римского есть это право решать любое, но никого нету, кроме Бога. Исайя 56-4-5 Ибо Господь так говорит об Евгенах, которые гонят мои субботы и избирает годное мне и крепко держится завета моего. Тем дам я в доме моем и в стенах моих мест имя лучше неже сыновья и дочерям. Исайя 66-23 Тогда это посевок сделать новую землю и новое небо тогда месяц в месяц и субботы в субботу будут приходить всякая плоть пред лице моего наклонения. Это не будет первый день недели это будет происходить седьмой день да и эти новые луна будет происходить когда будет эта новая луна Исус 16-22-23 Шестой же день собрали хлеба вдвое по два хамора на каждого и пришли все начальники общества и донесли Моисею и он сказал вот что сказал Господь завтра покой святая суббота Господня суббота это различает один день от другого потом данные заповеди исхода 22 я я я господь бог твой вывел вас из египта но они суббота как первую заповедь они говорят не делайте идола но это первая праповедь даже хотят они заповедь потому что на еврейте это не такое как заповедь на еврейте 10 слов я господь я вам покажу что очень интересно кто знает что такое акроним что это это как быстро как возможно и пин это личный номер который вам дается я хочу вам чтобы вы поняли об этом слове я есть два еврейских слова я один это они это самое чаще используется в основном упоминается это слово они иногда используется это слово аноки также означает я и редко его используют но иногда используют итак исо 22 я господь какой вы думаете используется тот что аноки точно редко используется потому что аноки это акроним вот красным аноки анна ханши катавит яхват когда эти 10 заповедей сказали мы видим что я аноки вы знаете что означает на английском что бог старается нам сказать когда бог говорит я даю вам это я написал мою душу и я дал это вам это что эти 10 заповедей означает это что бог говорит аноки он записал потому что это показывает его душу и он это дал нам из 128 помню день субботний чтобы освятить его что удивительно это первое что святое это жена которая обручена которая освятилась означает это что она дана кому-то как невеста и так евреи должны обращаться субботой как к невесте это почему израиль всегда говорит что они женились на шаббате это как знак это как кольцо и так они поженились на шаббате но что бог пусть никто не разлучает нам нельзя это изменять на день хаоса мы садим часть израиля исхода 31 13 15 субботу мы не соблюдайте ибо это знамение между ною и вами роды ваши дабы вы знаете что я господь освящающий вас и соблюдайте субботу ибо она свята для вас кто освятить ее тот будет предан смерти суббота была создана для человека не человек для субботы без человека нет субботы нет нужды в субботе если нет людей бог сделал субботу для нас суббота нуждается в тебе суббота ждет тебя чтобы вы ответили суббота была сделана для нас есть то что очень уникально то что дойдет вам что не может другой день какой-то дать исход 31 5 это время отдыха это тема времени и места время когда служить Богу важнее чем место где служить Богу в Матфея 12 8 суббота ибо сын человеческий есть господин и субботы если он господин субботу значит у него есть власть на субботу но он никогда не поменял если мы понимаем что шаббат это седьмой день мы понимаем Божью власть это он ее назвал так когда мы признаем субботу мы признаем его власть и так я быстро прочитаю эти стихи прочитаем эти в Англии что важнее то что вы говорите или то что вы делаете конечно ваше действие многие говорят суббота она не упоминается в Библии как заповедь но смотрите что они делают Марка 1.21 и приходит к апельном и вскоре в субботу вошел он и пришел в назарет где был воспитан и вошел обыкновение своему в день субботний Луки 4.31 и пришел к Луки 13.10 одной синагогой учен в субботу 23.56 в высоте 6 приготовили благовония и массив в субботу говорят что все изменилось после Евангелия теперь мы меняем субботу но что посчитаем деяние нам надо чтобы было сегодня как было деяние читаем деяние 13.14 они приходят перги прибыли в антиохию и в субботу в день субботний день 13.42 язычники просили и говорили о том же в следующую субботу 13.44 в следующую субботу почти весь город собрался слушать слава божия 15.21 мой свет древних родов по всем городам проповедший его и читается каждую субботу 17.2 Павел по своему обыкновению вошел к ним и три субботы говорил с ними Диане 18.4 во всякую субботу он наврел в синагоге и убежал иудеи и лельнинов и факт то что они всегда празднуют эту субботу исполнять ее нигде мы не читаем что суббота изменилась используют сихи как холостян 2 глава говорят что не надо больше исполнять субботу но это неправда Исайя 58.13 14 если ты удержишь ногу твою ради субботы от исполнения пригодей твоих во всякий день мой и будешь называть субботу от радости с этим днем господним чествуем и почтешь его что не будешь заниматься обычными твоими делами угорода твоей пригодей пословить ты будешь иметь радость господи это для всего человечества я упомянул вначале чтобы те первые главы только аллахим используется аллахим знает царь судя адам только знал его как аллахим это только когда адам совершил что он понял что есть я у аллахим и ухо я означает милостивый он не знал что бог милостив он знал что он царь судя господин это почему бытие второй главе когда человек был создан уже больше не обращаться к нему как аллахим он уже назван этот бог милости это мы замечаем после греха адама и евы и так почему 7 дней в неделю когда было 10 дней в неделю наше календарь произошло после после того как была революция в франции и это был первый день и они хотели чтобы неделя было 10 дней и это продолжалось только 10 лет а другие культуры как Египта они использовали 8 дней как струканцы но потом римяне это использовали но через время они пришли на 7 дней в неделю это теперь практикуется в Азии и в Европе псалом это были гимны которые они пели есть был это гимн каждый день недели которые они читали и пели воскресенье первый день 24 24 псалом понедельник 48 тонн 82 среда 94 четверг 81 пятница 93 суббота 92 здесь мы читаем это на английском перед первым псалом это псалом для дня субботы благо есть совет господа и петь имени твоему всевышний бытие 1 31 32 все что Бог сказал благо он увидел что это хорошо все закончено когда мы читаем бытие первой главы нету субботы только шесть дней но бытие второй главе повторяется то что произошло в первой главе итак есть два создания как они описываются но в второй главе мы читаем что произошло в шестой день это когда Адам и Ева согрешили они были созданы и потом согрешили и потом это седьмой день я только говорил о псалмах какое еврейское слово для псалма или песни есть два слова есть шир и мисмор какая между этими двумя еврейскими словами шир это интеллект это рифма стихи сова у нас есть сова потом производите мелодию мисмор это мелодия как бетховин и там нет никаких слов мисмор это мелодия без слов есть эмоции с души и так есть два этих два слова есть это мелодия без слов и это ваших эмоций может через что-то вы произошли поэтому они связаны с эмоциями но есть больше есть песни которые есть шир мисмор и те которые мисмор шир означает есть песни которые происходят с ваших эмоций и потом вы пишете слова а есть те которые вы планируете и потом просто мелодия происходит это разница между двумя что действует первое ум или эмоции какой вы думаете является псалом 92 мисмор шир так 92 псалом это оно приходит с эмоцией потому что что-то произошло и потом дополняет слова это для для субботы кто написал псалом 92 кто написал псалом 92 адам написал псалом написал псалом 92 как мы знаем мы же это пели даже перед давида это очень старая песня которую израиль всегда знал и адам написал это для субботы потому что шестой день он был сотворен и он согрешил и потом они скушили этот плод и он сказал вы умрете и потом бог создал эту субботу и он отдохнул и он нашел эту милость и благость в субботу так заметьте это псалом 92 1 по 3 стих благое славить господа и петь имени твоему всевышнему возвещать утро милость свою и издна твою в ночи на десяти струнам и псалтери с песней на гуслях это продолжается но что удивительно про это вы заметите мы замечаем что все творение поет на шаббат Матвея 12 7 8 стих если бы вы знали что значит милости хочу а не жертвы то они осудили бы невиновных ибо сын человеческий есть господин и субботы он он который решает и кто создал субботу и так Адам и Ева они согрешили в шестой день когда они были созданы и потом Бог делает субботу они ходили в вечером и тогда они согрешили и после этого Бог создавал седьмой день это из милости он это сделал Псалом 48 3 по 13 хвалите его солнце и луна помните они говорят хвалите его все звезды света даже звезды его представляет хвалите его небеса небес и воды которые превыше небес да хвалите имя Господа ибо он повелел и сотворилось поставил их на веки и веки дал устав который не пройдет хвалите Господа земли великие рыбы и все бездны огонь и град снег и туман бурный ветер исполняющий слов его горы и все холмы дерево плодоносные все кедры звери всякий скот пресмыкающие птицы калаты цари земные и всенароды князи и все судьи земные юноши девицы сердце и отроки дохвалят имя Господа ибо имя его превознесено слава его на земле и на небесах это напоминает мне откровение 5.13 всякое создание находящее на небе на земле и под землей и на море и все что в них слышал я говорила все творение говорит одно время сидящим на престоле и ансу благословение и честь и слава и держава во веки веков седьмой день это это была песня первая песня которая была написана первый псалом первый псалом это 92 псалом который Адам написал благодаря Богу за прощение какой-то день очень скоро мы будем петь со всем творением все что земли под землей на небе они будут играть на инструментах мы будем представлять его никто бы не хотел пропустить этот день наш отец нас царь мы так тебя любим ты в нас вложил это желание делать твою волю время заканчивается сейчас время сегодня день спасения отец мы любим что ты любишь как твоих детей ты не только очень нас благословит но также поставь свое имя на нас это почему ты сказал Аарону сказать это да благослови тебя господь и сохраняй тебя да призови на тебя господь светом лицем своим и помилуй тебя да прийти господь лице свое на тебя и даст тебе самое прекрасное имя Аминь будьте благословены завтра 5 часов и все которые едут в Израиль соберемся в следующей комнате в следующей комнате